После матчевой пресс-конференции Родина и Знамя Труда, главный тренер команды гостей Луговкин Вячеслав Борисович. Вячеслав Борисович, Ваш комментарий по игре. Получилось два тайма. Первый тайм, скажем так, относительно ребята выполняли установку, были подходы. Второй тайм, конечно, не понравился и сами ребята удовлетворение получили. Отдать должна, конечно, соперник, достаточно квалифицированная команда. Но, повторюсь, второй тайм у нас полностью неудачно творил. Играл не основной вратарь, как мы понимаем, в связи с красной карточкой основного. И скажете ли вы, что он герой сегодняшнего матча? У нас нет основной вратарь. Они, в принципе, ребята, на сборах получали одинаковое игровое время. В данном периоде отрезки больше. Играл Зернаев. Но здесь, конечно, вопросов нет. Нас вратарь сегодня многократно вручал. Да и просто, да, ему оплодить нет. Как менялись ваши эмоции уже в компенсированное время второго тайма? Да, ну, эмоции, понятно, менялись больше в негативную сторону. Но, к сожалению, мы очень много допускали собственных ошибок. Что не позволительно. В концовке, в футболе, да. Но футбольный бой сегодня, да, позволил вам взять очко. Вот здесь вот такая ситуация. Коллеги, вопросы? Да, Вячеслав Борисович, такое впечатление, как будто команда в очередной раз подсела физически во втором тайме. Есть какие-то мысли как-то физическую готовность, особенно к следующему домашнему матчу с Электроном, как раз с тем соперником, которого мы на выезде 3-0 обыграли, подтянуть. И порадовать все-таки болельщиков домашней победой, первой. Да, мысли есть, поэтому два дня до выходных. Будем готовиться к домашнему матчу, да, конечно. Все ждут от нас победы, и мы сами, и ребята все хотят победить дома. То есть приложим максимум усилий. Ну и, конечно, вратарь героя матча, может быть, тогда стоит его и на домашний матч поставить, чтобы, так сказать, от добра добра не ищут. Все, посмотрим. Покажет тренировочный мегацикл, да, и определим перед матчем. Возьмете к себе в тренерский штаб помощника? Да, конечно, возьмем, обязательно. После матча и пресс-конференция «Родина – знамя труда». Главный тренер команды хозяев Рябов Игорь Викторович. Игорь Викторович, ваш комментарий по игре? Очередная ничья. Готовились, конечно, хотели победу. Но, как видите, это футбол интересно. Можно так игру оценить сегодня. Первый тайм был равный. Но сделали коррективы. Второй тайм уже было преимущество. Было явно видно. Спасибо ребятам за самоотдачу. Вы слышали, что мы от них хотим. Получилась хорошая игра. Конечно, хотелось бы больше реализации. Были моменты два, которых необходимо было забивать. Но мы к этому идем. Уже больше ударов, поворотов. Я думаю, все будет впереди. Будут победы впереди. Посмотрите, можно ли назвать нашу команду самой миролюбивой? Потому что четыре нищие подряд. Я думаю, да. Но немножко, конечно, хочется победить, выиграть. Ну, видите, нет реализации. И, кстати, проблема. Как бы это психологически влияет на ребят. Мы хотим, ну, любой игрок, любой игрок команды, любой тренер, любой, кто относится и нет в команде. Весь клуб, хотя бы побед. Мы это ждем. Но, как видите, немножко где-то там подфартило. Где-то на 93-й минуте Елизаров делал удар, который попал. Был такой отбил перекладин. Ну, на этом, я думаю, не останавливаться. Будем работать. И, я думаю, будет победа. После удара Елизарова расскажите о эмоциях на скамейке запасных. Что там творилось? Ну, очень было большие эмоции. Были, как бы сказать, думали, что мяч уже в сетке. Но, как видите, это футбол. Ну, ничего страшного. Вопросы? Да, Игорь Викторович, какая цель стоит перед командой на сезон? Какое место вы планируете здесь? Как бы сказать так, цель, чтобы каждый раз была победа и выигрыш, у нас нет. У нас есть, это Родина М, в первую очередь, надо учитывать. Это воспитание молодежи. Вы знаете, что у нас есть первая команда, Родина 2. И у нас есть ступень, которая, ребята идут по этапу. Обратно Родина 2 и первая команда. То есть у каждого у нас игрока, который, во-первых, еще и воспитанники, у них есть возможность проявить себя и играть в первой команде. Так же самое у нас в Родину 2 привлекаются футболисты. Я думаю, в дальнейшем будет и первая команда привлекаться. И для этого мы работаем. То есть структура Академии построена так, от младшего возраста, воспитанника, чтобы игрок был игрок первой команды. Есть шанс у него. Кого конкретно можете выделить в своей команде в сегодняшнем матче? И, может быть, в нашей, в Орехово-Зуевской команде, кто-то вам приглянулся из молодых футболистов? Можно так сказать, в нашей команде вся команда старалась, а чтобы уделять нет смысла кого-то. То есть эта команда, они делают дело одно. В вашей команде выделялись игроки, это центральный защитник, который почти все верховые единоборства выиграл. Так же самое, ну, можно выделить игрока в центральной зоне, которая так же самое вела игру. Больше так, основной. Мы знаем, что у вас основной играет, немножко выпал. Ну, тот вратарь, который сегодня, играл очень хорошо. И он так проявил себя в вашей команде. У вас очень хорошая болельщицкая поддержка. Ведется ли работа, чтобы болельщиков помогать им выезжать хотя бы на ближние выезда? Вот к нам, вот, 3 июня в Орехово-Зуево. Работа с болельщиками ведется, все в плановом режиме. Обо всех выездных общих мероприятиях мы всегда публикуем информацию заранее. Ну что ж, спасибо, удачи вам.